Тема называется «Интерактивные путешествия арт-портала». И сегодня мы с вами поговорим, во-первых, о проекте. Одном из проектов компании Директ Медиа, который называется «Арт-портал. Мировая художественная культура». Где-то несколько недель назад я ввел вебинар, который рассказывает об арт-портале в целом. А сегодня о его небольшой, но существенной и очень красивой части, которая называется «Интерактивные путешествия». Ну, все-таки пару слов об арт-портале скажу. Вот он располагается по этому адресу. Да, совсем забыл сказать, что презентацию можно скачать. В презентации есть некоторое количество ссылок, поэтому желательно ее скачать и использовать у себя. Там, особенно в конце презентации, есть достаточно красивые ссылки, которые я хотел бы, чтобы вы посмотрели. Ну, а другие ссылки я вам буду давать по ходу дела прямо в чате. Елена, спасибо. Спасибо. Вот. Я подобный вебинар ввел ровно полгода назад. Вот. И сегодня у меня будет некоторое повторение, но и в конце будет некоторое дополнение, достаточно существенное, которое я хотел бы, чтобы вы дождались. Те, кто уже был у меня. Ну, вот адрес нашего арт-портала. Вот. Тут цифры, наверное, уже поползли вверх. Я их, честно говоря, не стал исправлять. Ну, вот так. Так. Не выключил я свой телефон. Очень жаль. Сейчас, подождите, я тогда это сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok Прошу прощения, я вновь с вами. Да, одна из вещей, которые спикер не должен забывать, это выключить телефон перед тем, как начать свой вебинар. Вот. Теперь нам ничто не будет мешать. Ну, что ж, дальше идем. Вот главная страница арт-портала. И тут синим подчеркнут такой кнопочка, которая называется Артотека. Артотека – это подписной сервис в рамках арт-портала. И в нем выпущено уже более 130, наверное, 140, честно говоря, даже не помню сколько, проектов. Каждый из проектов – это такое мини-описание. Это чтение примерно на пару часов иногда и рассматривание различных иллюстраций. Это интерактивная страница, лонгрид, при помощи которого очень комфортно изучать какую-то конкретную тему. Так вот, темы наши в арт-портале, они бывают разные. Некоторые темы освещают целиком какой-то жанр искусства. Некоторые посвящены конкретному музею. Многие, если не большинство, посвящены какому-то конкретному имени. Ну, есть среди наших... А, собственно, давайте сейчас я дойду, сначала дорасскажу. Вот такая плитка проектов у нас есть. Среди них, кстати, есть и демо-проекты. Если вы видите надпись «Демо», это означает, что этот проект вы можете посмотреть абсолютно бесплатно. Вот проекты у нас есть нескольких... Да, ну вот эта плитка дальше туда, если ее промотать. Проекты есть нескольких видов. Интерактивная страница — это наш такой первый давний вариант проектов арт-портеки. Вариант Long Grid — это самый распространенный. Ну, и сегодня мы будем говорить о таком виде, как интерактивная карта или интерактивное путешествие. Этот вид проектов арт-портеки, он строится по специальному интерактивному принципу. Это наиболее продвинутые интерактивные наши проекты, которые, как правило, строятся на описании одного произведения или группы очень близких произведений, таких, например, как «Генский алтарик», где невозможно рассматривать их в отдельности, отдельное произведение. Вот. И суть этого вида, интерактивного вида проектов заключается в том, что мы имеем на входе, где-то находим или прилагаем сами к этому усилия какие-то, чтобы у нас было изображение сверхвысокой четкости. То есть изображение, на котором очень-очень много пикселей. Вот. И в этом изображении мы можем блуждать по нему и делать комментарии к каким-то отдельным, иногда весьма маленьким участкам изображения. И это очень интересно, особенно в некоторых насыщенных изображениях, которые часто присутствуют в живописи. То есть не в каких-то больших объектах, на которых все изображено на одном плане, а там, где существует возможность переместиться между планами, между ближним, дальним, средним и так далее. Ну вот, мой любимый вопрос. В связи с тем, что здесь присутствуют люди, которые уже были, я попрошу их не высказываться. А для остальных, кто впервые видит это изображение, вопрос, как вы думаете, откуда это изображение? Ответьте, пожалуйста, мне в чате. Я подожду, пока кто-то из вас предложение не выдвинет. Я думаю, что вы наверняка все знаете, откуда это. Ну, давайте смелее выдвигайте предположение. Я думаю, что это не так сложно понять. Хотя сложность заключается в некотором... Да, совершенно верно, это босс. Сейчас мы чуть попозже покажем. А вот это изображение откуда, как вы думаете? Тоже немножко подожду ваша реакция. Эту картину вы точно все знаете. Чуть попозже я объясню, почему я это спрашиваю. Нет предположения, да? Ну, давайте подсказку дам. А вот если так смотреть, уже понятно, откуда это? На этого бычка, если посмотреть. Наверное, уже понятнее. Ну, смелее. Смелее напишите, что вы думаете по этому поводу. Так, хорошо. Ну, будем считать, что не отгадать. Да, да, совершенно верно. Здесь это уже, в общем-то, понятно. Хотя по предыдущему слайду, наверное, распознать это было не так просто. Ну, и последний момент. Вот кто все эти люди? Из какого произведения они? Тоже всем вам достаточно хорошо знакомое произведение. Ну, что ж, ладно. Давайте разгадки будем публиковать. Первое, первое изображение, это изображение, кусочек изображения ада, стриптиха, иронима босха, сад земных наслаждений. Правая панель. Вот такой вот маленький кусочек, если его разглядывать, там получается самостоятельная картина с большим количеством элементов, которые можно разглядывать. Дальше. Вот маленький зелененький квадратик. Это прямоугольничек. Это тот самый бычок, которого мы смотрели в самом начале. Большой прямоугольник, это контекст побольше, да, и уже который позволил вам разгадать, что это такое. Ну, и, наконец, последний. Вот видите этот маленький зеленый прямоугольничек на известном полотне Иванова, Александра Иванова, явление Христа народу, или явление Мессии. Вот, оказывается, там не все так просто. Там вдали еще люди за рекой, находящиеся, которые тоже что-то говорят, там руками машут и так далее. Вы знаете, я когда, я многократно был в Третьяковке и рассматривал достаточно подробно это произведение глазами буквально, подходя близко к холсту, но ни разу не видел этих людей. Просто не обращал внимания. А вот они есть. Их можно показать. И, собственно, сам прием интерактивного путешествия, он как раз и состоит в том, что мы выбираем произведения, содержащие такие разные по величине элементы, делаем к ним комментарии и делаем интерактивное путешествие, которое позволяет переместиться от одного элемента к другому и почитать комментарии, связанные с этими элементами. Что для этого надо? Для этого надо, во-первых, чтобы где-то и когда-то была произведена некая высокотехнологическая операция, и это произведение искусства было бы переведено в цифру с большим, очень хорошим разрешением. А что я подразумеваю под большим, хорошим разрешением? Как правило, речь идет о гигапиксельном разрешении. Гигапиксель, чтобы вам примерно представлять, что это такое, это примерно, начиная от 30 тысяч на 30 тысяч размеры сторон, 30 тысяч на 30 тысяч пикселей. К примеру, тот монитор, за которым вы сейчас находитесь, скорее всего, имеет, ну, где-то пару тысяч по горизонтали и тысячу по вертикали. Ну, очень примерно. Вот, это означает, что если поставить в ряд горизонтальный 15 мониторов, а в вертикальный ряд 30 мониторов, то как раз хватит пикселей для того, чтобы отобразить всю вот эту вот картину. Вот, представляете, это огромная стена, да, с пикселями. Ну, и, да, ну, и это, вообще говоря, получается больше, чем само произведение по размеру. То есть картины можно смотреть с увеличением даже к их первоначальному размеру. Вот, это дает возможность хорошо рассмотреть те нюансы, которые мы не можем рассмотреть. Либо в связи с тем, что картина где-то неудобно расположена, далеко до нее смотреть, ну, вверх надо смотреть, например, либо в связи с тем, что они вообще маленькие, то есть их очень трудно разглядеть, трудно разглядеть физически. Вот. Ну, и к этому можно добавить то, что есть разные планы. Мы можем показать и общий план, как вот здесь показано. Можем показать планы отдельных персонажей. И можем показать совсем какие-то мелочи. Вот. То есть увеличение не обязательно бывает либо минимальным, либо максимальным. Оно может быть еще каким-то средним. Диапазон увеличений. Ну, вот если так примерно говорить, для гигапиксельного изображения это, наверное, от 1 до 32 увеличения. Ну, а если еще больше, допустим, 2- или 3-гигапиксельные, точнее, там 4-гигапиксельные, например, изображения, тоже сейчас иногда бывают доступны, это уже разрешение до 60 раз. Не разрешение, а увеличение до 60 раз. Честно говоря, такое увеличение почти никому уже не нужно, кроме искусствоведов, которым интересно состояние полотна, трещинки и так далее. Вот. Поэтому, собственно, гигапикселей вполне достаточно. Вот такое долгое у меня вступление, чтобы пояснить, какую технологию мы поясняем. В конце я вам еще покажу, каким инструментом мы пользуемся для того, чтобы этого всего достичь. А какие же, собственно... Да, ну вот здесь, наверное, я должен был это говорить на этом слайде, что такое изображение высокой четкости. Конечно, необязательное изображение должно быть именно гигапиксельным. Иногда мы используем субгигапиксельное изображение, то есть когда пикселей поменьше, но все равно увеличивать можно достаточно эффективно, чтобы показать отдельные детали изображения. Ну вот я написал такое определение здесь, что любую картинку кратно большую при отображении в разрешении 1 к 1, чем ваш монитор, назовем изображением высокой четкости. То есть если вот ваша картинка существенно не помещается в ваш монитор, а помещается только малая ее деталь, вот это мы и назовем изображением высокой четкости. Да, вот та самая метафора, что это примерно 30 тысяч на 30 тысяч пикселей или примерно 30 ваших экранов по вертикали, 15 экранов по горизонтали, если у вас монитор Full HD. Ну вот первым из наших, нет, вторым, наверное, из наших интерактивных путешествий было два интерактивных путешествия по триптиху Босха с сад земных наслаждений. Я хотел бы отметить, что это произведение Босха, наверное, наиболее такое. Его всегда выбирают для интерактивных путешествий, потому что там количество деталей исчисляется, ну, наверное, тысячами. Вообще-то Босха очень долго, как оказалось, я вот вчера узнал впервые, не интересовался просто. Очень долго эту картину рисовал в течение 25 лет. Ну, видимо, дорисовывал какие-то детали на нее. Вот, и сумел сделать там очень много. Ну, там одних зверушек, несколько тысяч, да, или около 250 разных зверей. А что касается человеческих фигур и прочих интересных вещей, то, наверное, это уже на тысячи счет идет деталей, о которых можно написать. Ну, у нас немножко поскромнее получилось. Мы сделали два путешествия общим объемом 300 слайдов. Одно побольше, другое поменьше. То, которое поменьше, первое, оно, собственно, обзорное по основным сюжетам, которые там изображены. А то, которое побольше, оно по, конкретно, по зверушкам, которые изображены на этой картине. По тем, которые реально существуют, по придуманным Босхам, и уже по каким-то полумифическим, которые реально не существуют. Но вот Босх их тоже придумал. Второе интерактивное путешествие мы так с юмором назвали «Заосад земных наслаждений». Ну, там действительно больше юмора, чем искусствоведение. Вот, просто интересно пройтись по тому, как и какие виды зверей, ну, не зверей, а животных. Иероним Босх знал, как он их изображал, вот, откуда он брал изображения и так далее. Получилось очень интересно. Так, я сейчас посмотрю, какие у меня тут есть. Да, ну, вот это такое среднее увеличение. Тут, если поближе подходить, можно там, например, получить только голову этого слона. При максимальном увеличении. Здесь такой средний план. Слон с обезьяной. Вот, и соответствующий комментарий текстовый по этому сюжету. И аналогичное изображение из некого средневекового манускрипта, которое показывает, что это изображение, в общем, достаточно типично для того времени было. Вот, конечно, пояснения имеют самостоятельную силу. И, возможно, в прошлом можно было это организовать совсем по другому принципу, просто поместив отдельно увеличенные картинки, отдельно комментарии. Но это было бы не так интересно, как собственное интерактивное путешествие, когда мы одновременно можем окинуть взглядом и все полотно, и мы понимаем, как мы перемещаемся между отдельными его частями. Вот где мы сейчас находимся, а не только даем отрывок какой-то из этого полотна. Да, ну вот тоже из правого, правой части достаточно известный сюжет, ноты. Это ад и инструменты, которые, музыкальные инструменты, которые истязают людей. Вот тут есть ноты, написанные на книге, и ноты на ягодицах грешника. Кстати, очень известный отрывок из этого произведения. Были даже попытки расшифровать, какая здесь средневековая музыка записана, и на Ютьюбе есть даже это исследование и попытка эту музыку воспроизвести. Именно поэтому я вам это и привел, этот участок. Да, вот еще, смотрите, какая интересная схема. Да, я ее называю схема, похожая на схему возникновения сухопутных животных. Конечно, Босх об эволюции ничего не знал, вот, и о Дарвиновской теории. Но, тем не менее, у него получилась картинка, очень похожая на то, что мы видели в учебниках биологии, когда, или зоологии, когда в школе учились. Вот так интересно получилось. Вот, и сейчас я вам дам, да, вот такие вот фантастические птички у него были. То есть у него ряд совершенно правильно нарисованных существующих существ. Особенно птицы очень хорошо изображены. Но, кроме этого, есть еще и какие-то полуфантастические такие птички, звери и много другого интересного. Вот одна из таких фантастических птичек. Ну, и давайте я вам сейчас дам в чат ссылки. Сегодня у нас аттракцион большой щедрости. Сегодня я вам даю посмотреть... Так, а где же мы находимся с вами? Вот. Даю посмотреть то, что под замком находится. Вот. Исключительно для вас. Для участников сегодняшнего вебинара. Вот. Вот это первое интерактивное путешествие с Босхом. А вот второе, которое называется «Заосад земных наслаждений». Вот. Вы можете их... Я вам рекомендую их поставить в закладочки, чтобы вы могли их полностью потом посмотреть. Но проглядеть можете прямо сейчас. Особенно это касается тех, кто смотрит вебинар на большом компьютере. Презентация есть. Ее можно скачать. Я ее расшарил. Она находится во вкладке «Файлы». И ее можно... Да, вот убедился. Она расшарена. Ее можно брать и использовать. Да, я хочу отметить, что для тех, кто за компьютером, это скачать легко. Для тех, кто на гаджете смотрит, возможно, будет скачать немножко сложнее. Я этот вопрос, честно говоря, не до конца понимаю. На многих гаджетах это можно сделать, на некоторых других нельзя. Но это уже возможности самого вебинара.ру таковы. С большого... точно можно скачать. С любого большого компьютера. Вот. Вот эти два интерактивных путешествия, которых я хотел бы, чтобы вы обязательно посмотрели. Они очень интересные. И они хорошо представляют саму... Как это сказать? Сам принцип интерактивных путешествий. Вот на Босхе это лучше всего можно понять, как хорошо... Насколько это мощный инструмент в том, чтобы показать некоторые полотна, содержащие большие количество сюжетов. Ну, давайте перейдем к следующему интерактивному путешествию. Это наше было первое интерактивное путешествие. Первый опыт в этом ряду. Немножко поменьше. Там примерно 50 плюс слайдов. В этом путешествии... Оно очень симпатичное на самом деле. То есть нам оно удалось. Там достаточно много комментариев. Достаточно много дополнительных изображений. Вот. Оно открытое. Но я вам сейчас и в ссылку тоже дам, чтобы вы могли посмотреть. Сейчас. Вот оно у меня. Вот оно. Это интерактивное путешествие характеризуется достаточно хорошей проработкой. У него такие достаточно обширные тексты. Ну, может, не всегда обширные, но достаточно хорошие искусствоведческие тексты. В конце там проведена ссылка на фильм, открытый на Ютьюбе. Не наш фильм. Вот. Просто для того, чтобы подробнее узнать. Ну, и само это интерактивное путешествие. Вот, например, одна из его деталей. О, спасибо, Елена. Да. Да, совсем забыл. Это интерактивное путешествие состоит из двух частей. Первая часть – это общее описание основных фигур. Вот. А вторая часть – это сопоставление этих фигур с этюдами и эскизами Иванова, который рисовал сначала, прежде чем перенести сюжеты на большую картину, а она огромная просто, если вы помните, да, он делал обязательные этюды, находил натурщиков, потом иногда из нескольких изображений натурщиков комбинировал, делал какое-то изображение. Вот, более 400, по другим данным, до 600, по-моему, этюдов и эскизов сделал Иванов. Вот одно из таких изображений. Вот видите, что фарисея в челме, который, анфас, к нам находится. Вот его пробы, вот уже достаточно близкий образ справа на картинке, на этюде, который перешел уже в реальную картину. Очень интересно это все сопоставлять, на самом деле. Вот, вот когда рядом два изображения, можно было бы это сделать более подробно, но у нас, честно говоря, руки не дошли, потому что объем этих этюдов просто огромен. Ну, правда, не все они потом вошли, то есть тут не везде возможны сопоставления, потому что некоторые этюды просто были пробными, и они ничем не закончились. То есть никакого соответствующего изображения на большом полотне найти невозможно. Да, ну вот пример просмотра с увеличением. Это еще не самое большое увеличение. Вот там наверху вы видите как раз тех людей, их можно дать еще в большем увеличении посмотреть. Вот, а это апостолы здесь изображены. Апостол Петр, апостол Андрей, если не изменяет память. А, и забыл, кто еще. Прошу прощения. Вот кто-то здесь сомневающийся. Не помню кто. А вот не Фома, нет. Кто-то из сомневающихся апостолов. Да, ну и вот это вот люди в лесу за рекой. Вот видите, они нарисованы так хорошо. То есть это можно было бы и считать отдельным жанровым портретом. То есть это не просто двумя мазками изображены. Нормальные такие люди, которых можно смотреть. Вот такое вот изображение. Да, вот, например, еще отрывок «Старик и мальчик», которых очень много этюдов сделал художник. Они разные то с одного конца, то с другого конца. Вот, в конце концов, он их слева изобразил. Очень разные мальчики были, разные старики. Но вот, в конце концов, это получилось вот так, как сейчас. Какие еще у нас есть интерактивные путешествия? Вот одно из интерактивных путешествий – это Рафаэль Санти, афинская школа. Сейчас я вам дам тоже у меня где-то ссылка на нее есть. Вот она. К моему большому сожалению, мне не удалось найти это изображение в истинно гигапиксельном качестве. Я использовал такой субгигапиксельный. То есть вариант, в котором увеличение возможно, но увеличение только где-то раз в 5-6. Такие хорошие большие увеличения в 20-30 раз невозможно. Но, тем не менее, основное количество фигур здесь можно хорошо разглядеть. Ну, вот пример, например. Пример Сократ, например. Да, везде даются другие изображения, известные этих мыслителей. На этой картине изображены ряд мыслителей, как известно. Там несколько десятков. Почти все они идентифицированы искусствоведами или есть предположения по поводу того, кто это. И здесь изложены как раз эти предположения. Ну, а иногда и полная уверенность в том, кто это. Вот, с соответствующими комментариями и с изображениями их из других каких-то источников. Да, ну вот, другие какие-то фигуры. Вот, к сожалению, вот это максимальное увеличение. Разглядеть можно, но при наличии лучшего источника я бы, конечно, приблизил поближе и дал бы их вообще в полный размер. Ну, а здесь все равно можно, имеет смысл это смотреть. Все равно очень интересно. Да, вот Гераклит, например. Карл Брюлов в последний день Помпеи. У нас тут есть интерактивная карта. И есть еще, ну вот, да, вы эти кусочки все видели. Вот фигуры и лица. Тут тоже не полностью гигапиксельное изображение, но достаточно... А, нет, тут, по-моему, все-таки гигапиксельное. Тут интересно тем, что тоже существует много планов. То есть можно смотреть ее на общем плане, можно... Есть фигуры, которые хорошо в среднем плане смотрятся. Ну, и есть совсем детали, которые мало кто вообще когда рассматривал, включая вот того бычка или там мертвую птицу под ногами у людей или что-то вроде этого. А тоже имеет смысл посмотреть. Да, вот, например, на дальнем плане мало кто видел вот жертвы извержения. Вот у нас сверху показаны кадры раскопок в Помпее уже современной, вот, где находятся такие глиняные фигурки, засыпанных пеплом людей. Вот, но это особый разговор, что там, какие музеи есть в Помпее, как они отображают в последний день ее. Вот, такой комментарий тоже у нас есть. Ну, и еще мы сделали некое ответвление. Попробовали делать интерактивные путешествия. Не только интерактивные путешествия, но и примеры видеопутешествий. Сейчас я попробую запустить этот файл. Не знаю, получится у меня или нет. Должно получиться, по идее. Вот такое мы сделали видео. Оно не информативно, а скорее такое видовое просто. Давайте посмотрим. Вот мертвый щегол. Пепел. Это изображение, автопортрет самого Брилова. Ребенок с мертвой матерью. Христианский священник. Спасающий мать. Тут еще несколько сюжетов известных. Ну и снова, снова на дальнем плане наш любимый бычок. Вот, тут, конечно, если пользоваться этим приемом в полную, можно было бы этот ролик сделать не минутный, а, скажем, четырехминутный, и каждую сценку пояснить соответствующим титром. Вот, но мы это не стали делать, потому что у нас есть соответствующие интерактивные путешествия, и, в общем-то, там все показано. Давайте дальше посмотрим. Еще одно интерактивное путешествие, которое мы сделали, оно по генскому алтарю. Сделали мы его несколько лет назад. Сейчас бы я его сделал уже лучше, потому что буквально на днях мы смогли извлечь гораздо более лучшие, гораздо лучшие изображения по генскому алтарю с одного из сайтов. Тогда они у меня были не все в хорошем качестве, а сейчас вот уже все есть. Но, тем не менее, получилось достаточно интересно, и сейчас я вам ссылку на это дам. Вот он, генский алтарь. Так, так, сейчас. Вот. Там у нас было еще одно интерактивное путешествие, конкретно по вот этой части генского алтаря. Вот то, что сейчас изображено на вашем экране, это центральная часть генского алтаря. Изображение Агнца. Ну, и тут много разных людей, которых тоже можно разглядеть, и многие из них идентифицированы. Вот. Ну, эту ссылочку я вам не даю, она тоже есть, но посмотрите более общее изображение. Оно тоже достаточно интересно, там, где показываются все элементы самого алтаря, а не только его центральной части. Вот. Да, вот эта центральная часть называется поклонение Агнцу. Ну, вот Агнц вот в таком вот качестве, да, достаточно хорошем, в большом увеличении. Вот тут есть изображение патриархов. Вот. Ну, и так далее. Мы попробовали делать интерактивные путешествия и с некоторыми другими, так, по существу другими объектами, и один из таких вариантов – это Абердинский бестиарий. Это большой фолиант, который находится в... в настоящее время хранится в Абердинском университете. И Абердинский университет в хорошем качестве все страницы этого фолианта отсканировал и выложил в открытый доступ. Вот. Мы их оттуда использовали. Вот. И сделали вот такое интерактивное путешествие. К сожалению, ну, собственно, можно особо не сожалеть, здесь не гигапиксельная картинка, здесь так, существенно субгигапиксельная, где-то под 50 тысяч, может быть, даже меньше, пикселей. Ну, для того, чтобы разглядеть, что здесь изображено, да, этот бестиарий, он достаточно хорошо проиллюстрирован, его можно рассматривать, как его написанную текстовую буквенную часть, в частности, отдельные буквицы, так и отдельно картинки, иллюстрация. Вот у нас сами иллюстрации у нас в хорошем качестве показаны при помощи обычного слайдера, а вот несколько страниц наиболее интересных показаны у нас в полном виде, то есть это не вырезка, это полная страница с отображением некоторых деталей наиболее интересных, то есть в максимальном увеличении. Вот здесь, например, показано там вот козерог, который пробивает рамочку даже своими рогами. Вот это максимальное увеличение, ну, в общем, вполне достаточно для того, чтобы что-то понять. Ну и вот, например, вот так вот можно разглядеть буквицу и текст. Вполне достаточно, чтобы что-то об этом тексте сказать и о мастерстве тех художников, которые это все рисовал, художников и переписчиков, вот, которые это все... Или писцов, да, если это впервые писалось, то значит не переписчиков, а писцов. Ну, я, собственно, не знаю, честно говоря, насколько это первая ли это версия текста или более далекая. В данном случае не очень хорошо представляю. Питер Брейгель старший. По нему у нас есть одна задумка и одно уже готовое путешествие. К сожалению, вот битва Масленицы и Поста так и осталась у нас задумкой по некоторым причинам. Я надеюсь, что мы его в конце концов доделаем. Тут совершенно замечательные картинки. Да, Питер Брейгель старший, это вообще то, что вот точно так же, как Босх, ну, вот прямо он вроде бы требует, чтобы к его картинам были сделаны интерактивные путешествия. Настолько они насыщены деталями и так много там персонажей, что без такого не обойдешься, без такого путешествия. Вот. Ну, и тут вот есть детальки такие, вот Масленица. Это в данном случае Масленицу и Поста олицетворяют конкретные персонажи. Вот Масленицу, вот такой вот толстенький человечек с жареным поросенком на вертеле. Пост, вот такой вот изможденный персонаж, который с ним тоже якобы борется. Вот. Ну, и масса, около сотни персонажей вокруг них, каждый из которых тоже интересен. но мы сделали другое, не менее интересное, не менее интересное путешествие, которое называется Игры детей. И здесь тоже показано пару, наверное, сотен персонажей. Детей, каждая группа персонажей или отдельный персонаж играет в какую-то конкретную игру, ну, или находит себе какую-то забаву. Вот. Сейчас я вам дам ссылку, которую вы можете посмотреть. Это последняя наша, по-моему, работа. Тут около сотни персонажей, 110, по-моему, персонажей, точнее, не персонажей, а сюжетов представлены. Вот. Они не всегда эквивалентны персонажам. Вот. Тоже посмотрите, пожалуйста. Это очень-очень интересно. Это прошлогодний наше путешествие. Надеюсь, в этом году мы тоже сделаем что-нибудь. В принципе, мы готовы их и больше делать, но все упирается в качественные комментарии, которые надо написать, и которые были бы уникальными, а не списанными с какой-то с какой-то книги. Вот. Ну, вот тут тоже вот очень интересно. Ну, это введение в этот, в это путешествие. И вот, например, я вам тут сделал выборку такую. Это, ну, такие детские портреты. Если их примерно в одном увеличении представить, вытащить, вот они такие очень интересные. Этого, правда, в интерактивном путешествии нет, но есть в лонгриде, который обрамляет это интерактивное путешествие. Там есть еще некая дополнительная информация. Вот. И вот такой вот иконостас в кавычках с детьми я сделал очень, по-моему, хорошо характеризует картину Брейгеля. Ну, и в конце моего сегодняшнего выступления я хотел бы вас познакомить с некоторыми проектами, кроме нашей артотеки, где вы можете посмотреть в большом виде, то есть разглядеть детали на разных картинах, которые в этих проектах представлены. Вот. Правда, отличие от наших проектов состоит в том, что здесь вы можете их только посмотреть, но тут нет соответствующих комментариев. У нас-то это все еще прокомментировано иногда, и собраны дополнительные иллюстрации. А здесь просто можно их разглядеть. Ну, и, разумеется, и само по себе разглядывание это тоже некий завораживающий процесс, который я вам очень рекомендую. Ну, я, например, очень люблю разглядывать это все, это просто прекрасно. Один из первых таких проектов, которые мы использовали, изображения, с которых мы использовали, называется Inside Breggel, и он создан Венским музеем, по-моему, называется, по-моему, он называется Венский музей изящных искусств, сейчас точно не помню. Вот, там хранится 11 полотен Breggel, и вот как раз с ними они эту работу и провели, они сделали высококачественное фотографирование, вот, ну, если немножко поглубже говорить, не просто высококачественное, но и в четырех разных вариантах, кроме, собственно, визуального, фотографирование, проведено также два вида инфракрасного, фотографирование на отражение и на просвет, если не изменяет память, ну, еще рентгеновское фотографирование, тоже все в высоком качестве, вот, на следующей картине как раз показано, как это, тут еще можно включать режим, в котором вы просматриваете картину, вот, справа, например, у вас инфракрасное, инфракрасное в отражающем свете, слева это обычное в обычном свете, ну, а можно еще включить там рентген или что-то еще, это режимы в основном для искусствоведов, которые могут увидеть, что там есть на холсте, там, под, какие были мазки, например, которые не видны на конечном варианте и так далее, и так далее, тоже достаточно интересно, вот, я вам очень советую это посмотреть. Еще одно, вот, недавно обнаруженный нами проект, хотя он существует давно достаточно, это BOSC Project, это, насколько я понимаю, не проект конкретного музея, это проект некой группы энтузиастов, искусствоведов, которые объездили много музеев и, ну, может быть, не энтузиастов, а, может быть, скорее всего, это был серьезный материально подкрепленный проект, они проехали по многим музеям, сделали или каким-то образом нашли качественные гигапиксельные изображения многих картин BOSC, в данном случае их там около 40, если не изменяет память, и поместили вот в такой проект, который несколько похож на предыдущий, там тоже можно рассматривать все, тоже можно совмещать это все с разные четыре вида, те самые четыре вида проекций, две инфракрасные, рентгеновский и обычный, не знаю, почему, видимо, искусствоведам это известно, почему именно эти четыре исследования делаются, вот, ну, вот они на многих проектах именно четыре, вот, и еще там есть очень интересный, ну, во-первых, вы можете просто посмотреть эти работы, да, а еще там есть очень интересные вещи, там есть иллюстрации к одной большой книге, которую они написали, вот, и иллюстрации из этой книги, они представлены уже в интерактивном виде, то есть сама книга, ее, видимо, надо покупать бумажная, а к ней есть пояснения интерактивные, которые ссылаются на вот эти определенные части вот этих вот больших иллюстраций. Ну, и еще один такой замечательный проект, это Closet of One Egg, One Egg в гигапиксельном качестве, тут вот тот самый генский алтарь и еще некоторые другие произведения One Egg, представленные в отличном качестве, гигапиксельном, ну, с генским алтарем там одновременно проводились и другие работы, он расчищался, то есть он в течение пяти или семи лет, если не изменяет память, проходила его расчистка и реставрация, и сейчас он в совершенно замечательном виде представлен, вот, одновременно они сделали и гигапиксельные изображения уже от реставрированных частей, вот, и сейчас, по-моему, уже они завершили работу, вот, и все это можно здесь посмотреть в прекрасном качестве, правда, почти без комментариев, то есть можно посмотреть исключительно внешний вид всего этого, тоже прекрасная вещь, которая, прекрасный ресурс, который я вам очень советую посетить. Ну, и, наконец, как все это делать? Для тех из вас, кто, может быть, захочет делать самостоятельные интерактивные путешествия, я вот рекомендую инструмент, при помощи которого мы все это делали, называется он StoryMap.js, делаю его группу, прошу прощения, группа под названием NeedLab из Северо-западного университета США, это абсолютно бесплатный проект, совершенно бесплатный сервис, при помощи которого можно делать вот такие вот интерактивные путешествия. Ну, и, наконец, пару слов о том, где искать эти изображения, я вам дам только несколько наводок, большое количество таких гигапиксельных изображений лежит в на викискладе, это ссылка такая, Commons Wikipedia, или по-английски это называется Wikimedia Commons, это некий огромное хранилище медиа, медиа данных, находящихся в открытом доступе, то есть, все, что вы скачиваете с викисклада, вы можете использовать, оно находится либо в свободном доступе, абсолютно свободном, то есть, в общественном достоянии, это значит, что вы вообще ничем не связаны, можете даже не называть автора, вот, и использовать как угодно вам, либо находятся под лицензией Creative Commons, это означает, что вы не должны платить деньги за это, использование этого произведения, но должны указать автора где-то у себя в проекте, если вы используете это произведение, вот, так вот, первым таким большим вкладом было появление, я, к сожалению, не знаю точно, кто это сделал, появление лет пять, наверное, назад или чуть побольше категории, ну, категории на Common складе это нечто вроде папочки, если быть более точным, это нечто вроде тега, но будем считать, что это папочка, где лежат соответствующие картины, вот, они вытащили 43 гигапиксельных изображения с гугловского проекта, который назывался Google Art Project, ну, собственно, он и сейчас существует, этот Google Art Project, Google был несколько недоволен этим, но ничего они поделать с этим не могли, потому что все в пределах закона находится, потому что в большинстве развитых стран есть такое положение, включая Россию, кстати, есть такое положение, ну, в Соединенных Штатах, которое звучит так, точное фотографическое воспроизведение двухмерных объектов, находящихся в общественном достоянии, в свою очередь является общественным достоянием, то есть права фотографа не защищены авторским правом, права фотографа могут быть защищены как-то иным образом, при помощи коммерческой тайны или еще как-то, но требовать, если это точное фотографическое отображение двумерного объекта, включая полотна, разумеется, мастеров, вот, они подходят поэтому, то ничего плохого в том, чтобы дать эти изображения в виде отдельных файлов в открытом доступе, нет, и никто вам претензии юридические предъявить на это не может. вот, ну, в позапрошлом году к этой работе подключился я и вытащил 11 файлов из сайта InsideBregel, о котором я вам говорил в отличном качестве, тут даже не гигапиксельные, а чуть побольше, то есть, где-то тут по полтора гигапикселя эти все изображения, уже 40 тысяч по большой стороне 40 тысяч пикселей, вот, как правило, 44, 41, ну, вот, видите тут. Их тоже можно использовать, ссылку внизу я вам дал. Единственное, что имейте в виду, что это вам интересно, если вы собираетесь с ними что-то сделать. Просто смотреть достаточно при помощи стандартных средств, при помощи браузера или какой-то смотрелки, их достаточно сложно все-таки. Именно поэтому мы делаем интерактивные путешествия при помощи специальных технологий, которые позволяют их масштабировать в разных размерах. Ну, и, наконец, последнее. Это уже буквально последние дни. Вот, я вместе с коллегой, который вытащил эти изображения с сайта Bosk Project, мы выложили 25 файлов и поместили их в категорию Gigapixel Images from the Bosk Project. Вот. Вот так они, вот так это все выглядит. Можете тоже приходить, просто тыкать в иллюстрацию и брать эти файлы. Они пока гигапиксельные или субгигапиксельные, но у нас есть задумка сделать их в два раза более высокого разрешения, там где-то, чтобы было по максимальной стороне 60 гигапикселей. Ну, посмотрим, получится у нас или нет. Вот. Ну, и в течение где-то ближайшего мая, наверное, мы собираемся туда выложить еще и OneAika. Вот. И будет достаточно такое хорошее подспорье для тех, кто хочет работать с этим уже в качестве разработчика таких вот интерактивных путешествий, ну, или для какого-то разработчика чего-то другого, основанного на вот этих картинок. Так что приходите, используйте и свободно это все. Чем дальше мы продвигаемся во времени, тем у нас в свободном доступе больше гигапиксельных изображений, из которых можно сделать очень классные интерактивные продукты. Ну, все. На этом, собственно, мое сегодняшнее выступление закончено. Есть ли у вас какие-то... Спасибо, Марина. Ссылки будут доступны всегда. Я не буду их закрывать. Это ссылки не на сами проекты, это ссылки только на их интерактивную часть. Сами проекты чуть-чуть побольше, они закрыты. Это их интерактивная часть, которая составляет их основу. Ну, и вот я решил, что было бы неплохо сделать их открытыми для тех, кто посетил наш вебинар. Ну, что ж, друзья, тогда будем с вами прощаться. Я надеюсь, что мы продолжим делать эти интерактивные путешествия. Они очень интересные. Материалов все больше и больше. Еще пять лет назад мы с трудом выискивали отдельные произведения. Вот буквально было... Когда-то было только явление Христа народу, потом появился Босх, потом что-то еще появилось. Вот сейчас у нас большой объем работы, вот только бери и делай. Вот нужно только некие затраты произвести и можно это дальше сделать. отец